В ожидании приговора в холле областного суда адвокаты, журналисты, родственники обвиняемых. Последние с трудом справляются с волнением. Вскоре приезжает конвой. Оказавшись в зале заседаний, подсудимые активно общаются с адвокатами. Что-то на своем языке кричат родным. Ахмадова, Захрабова, Бабаева и Фаталиева обвиняют в убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Все произошло в апреле прошлого года. По версии следствия, подсудимые проникли в дом полицейского, когда все спали и до смерти избили своих жертв. Чудом выжила только племянница Гошта. Нападавшие забрали находящиеся в доме ценные вещи и скрылись с места преступления. После задержания подсудимые попросили, чтобы их судьбу решали присяжные. В конце января они вынесли свой вердикт. Учитывали смягчающие и отягчающие обстоятельства. Бабаев призван заслуживающимися на исхождение по всем эпизодам предъявленного обвинения. Захрабов и Фаталиев только в части покушения на убийство малолетнего. У Ахматова есть малолетний ребенок, что государственным обвинением было предложено учесть в качестве смягчающего винового обстоятельства. У Захрабова очагчающим обстоятельством было предложено учесть рецидив преступления. Во время оглашения приговора в зале тишина. Суд согласился с мнением гособвинения. Два пожизненных срока, 25 и 26 лет лишения свободы. Такое наказание выбрал суд для обвиняемых в убийстве Андрея Гошта и его семьи. Также подсудимых обязали выплатить потерпевшим более 12 миллионов рублей в общей сложности в качестве компенсации морального вреда. С приговором не согласны адвокаты и родственники подсудимых. Отец Архана Захрабова в вину своего сына не верит. Говорит, семья живет в достатке, мотивов для преступления быть не может. Если человек день 2-3 тысячи зарабатывает, зачем именно? Надо? Он каждый день. У него свои газеты, свои машины, свой дом. Все удобства есть от и до. Ему нет никакой причины, чтобы пойти к кого-то ограбить. В самом деле он не виноват. Вот это я хочу сказать вам всем уважаемым. Представители защиты намерены обжаловать приговор. По мнению адвоката Ахмадова, он слишком суров. Пожизненное наказание. Его представили в данной ситуации как организатора. То есть вот с данной версией мы вообще не согласны. То есть организатор явно не Ахмадов там был. Да, безусловно, обжаловать, конечно же, приговор мы будем, потому что мы уже понимаем, что он достаточно жесткий. В этом деле точка поставлена. Сейчас расследуется еще одно похожее преступление. В декабре прошлого года неизвестные напали на главу от Раднинской полиции и его супругу. Также в собственном доме. Сам полицейский попал в больницу. Его жена скончалась от полученных травм. Подозреваемые сейчас под стражей. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.